Дорогие, я приветствую всех вас, кто присоединился к нам сейчас через прямую трансляцию. Добро пожаловать в это воскресное утреннее собрание, где мы все собрались ради Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И Бог дал каждому из нас благодати, чтобы в это воскресенье нам быть здоровыми, чтобы в это воскресенье мы могли собраться вместе, чтобы уши наши были открыты, чтобы глаза наши видели. Поэтому слава Богу за Его благодать и милость, по которым мы сегодня здесь вместе и мы сегодня можем слушать Слово Божье. Аминь. Аминь. Дорогие, я хочу предложить вам два стиха из Святого Писания. Это записано во втором послании Петра, во втором послании апостола Петра в первой главе, 10 и 11 стих. Давайте склоним головы наши и помолимся перед тем, как будем читать. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое Ты оставил нам, живущим на этой земле. Чтобы мы, Господи, наставлялись Твоим Словом, мы просим Тебя, освети наши сердца. Освети наш разум, Господи, дай нам видеть Твоими глазами и даруй нам услышать и принять то Слово, которое Ты сегодня хочешь проговорить в нашу жизнь. А мы Тебя благодарим, открываем наши сердца и с благодарностью принимаем хлеб Твой. Спасибо Тебе, Отец. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Итак, второе послание Петра, первая глава, 10 и 11 стих. Посему, братья и сестры, конечно, тоже, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Я чуть-чуть остановлюсь, чтобы прокомментировать слово приткнетесь. Оно дословно переводится так, много разных значений есть, и оно может переводиться как сталкивать, поражать, опрокидывать, спотыкаться. Притыкаться, ошибаться, согрешать, терпеть поражение, погибать, разрушаться. Вот такое обширное значение. По-разному может использоваться это слово. Но все эти слова говорят о том, все эти характеристики этого слова говорят о том, что это что-то плохое, да, что-то притыкание, какое-то разрушение. Так вот, апостол Петр говорит, так поступая, никогда не приткнетесь, не будете разрушены. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аллилуйя. И самое первое, что я вижу в этом отрывке, это великое обещание Бога. Это великое обетование Бога. Оказывается, что когда мы поступаем определенным образом, то мы можем свободно входить в царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Кто-то, возможно, впервые слушая меня, подумает, он о чем? Свободно войти в вечное царство Бога. Вы что, тут о суициде размышляете? Нет, нет, ни в коем случае. Мы не говорим здесь о смерти. Здесь не написано о смерти, здесь написано о жизни. И более того, здесь написано о жизни, которая никогда не закончится. Здесь идет речь о вечной жизни, которую Бог обещал каждому, кто уверует в Иисуса Христа. Потому что точно так же, как Иисус Христос, который пострадал за наши грехи и был распят на кресте, умер, а на третий день Он воскрес, точно так же Он обещал, что даст вечную жизнь каждому человеку, который поверит в Него и получит прощение за свои грехи. Давайте прославим Бога за это. Аллилуйя! Это великое обетование, это великое обещание от самого Господа нашего. О том, что мы, поступая определенным образом, можем иметь свободный вход в это царство Божье. И первое послание Иоанна, 2 глава, 25 стих, говорят об этом же. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это самое великое обещание, которое Бог дал однажды человеку. Это самое великое обещание. Невозможно пожелать чего-то большего. Люди стремятся к чему-то на этой земле. Люди просят у Бога что-то разное. Мы просим, но есть самое великое обещание, которое Он нам дал. И это жизнь вечная. Аллилуйя! Чтобы нам лучше увидеть, о чем здесь идет речь, я предлагаю вам посмотреть просто повнимательнее на некоторые понятия, которые предлагает нам апостол Петр. Например, когда он говорит, что откроется свободный вход, вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, то о чем идет речь? Идет ли речь о том времени, когда мы оставим наши тела на этой земле и увидим его таким, какой он есть, лицом к лицу, в вечности? Я думаю, что да, и это так же. Но так же думаю, что это не все. Я верю, что речь идет так же и о времени на этой земле. Я думаю, что апостол Петр говорит о том, что мы можем входить в Божье Царство, живя здесь, на этой земле. Ну, например, наверняка вы помните, как Иисус Христос, уча молиться нас, своих учеников, Он говорил, молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И так далее, и так далее. Я думаю, что здесь очевидно, что речь не идет о том, что Царство Божье должно прийти там, в небеса, потому что оно всегда там было, оно есть и всегда там будет. Но Иисус Христос говорил о том, что молитесь, чтобы Царство Божье приходило на эту землю, где царствует грех, где так много беззакония. Но есть Бог, есть Его Царство, которое на небе, оно могущественное, там так прекрасно. Иисус говорил, молитесь, чтобы это Божье Царство приходило на эту землю. В другом месте Писания, в послании к Кремлинам в 14 главе, в 17 стихе, написано так, что Царство Божье – это праведность, мир и радость. Где? Во Святом Духе, в Боге. Праведность, мир, радость – все это есть во Святом Духе, все это есть, этим наполнено Божье Царство. Апостол Павел говорит, что именно это и есть суть Божьего Царства, там Бог царствует, и там все наполнено праведностью, миром и радостью. Там счастье, там просто все ликует, там все торжествует. И апостол Петр говорит, молитесь, чтобы это Божье Царство, чтобы эта праведность, мир и радость во Святом Духе наполняли эту землю. Люди так сильно нуждаются в этом. Люди, живущие на этой земле под властью грехов, под властью дьявольской, они так нуждаются, они страстно желают быть правильными, правильно выглядеть в своих глазах, правильно выглядеть в этом обществе. Они так нуждаются обрести мир в своем сердце. Они так нуждаются в этой радости, в настоящей радости, которой они от того, что временно возбудил как-то свою плоть, выпил, покурил что-то, насладился чем-то, каким-то временным греховным удовольствием, а потом все плохо, а потом все разрушается, а потом стыдно. Нет, каждый человек нуждается в настоящей радости, которая не от возбуждения плоти, а которая от присутствия всемогущего Бога, которая приходит от Царства Божьего, которая в Духе Святом. Люди так сильно в этом нуждаются. И апостол Петр, Бог через него говорит, что мы можем входить в это Божье Царство, живя на этой земле. Когда приходит Святой Дух, человек совершенно по-другому себя чувствует. Когда приходит Святой Дух, человек чувствует себя принятым, он чувствует себя праведным, он чувствует себя правильным вообще, что он нормальный, он чувствует себя принятым Богом. Когда приходит Дух Святой, когда человек оказывается в настоящем Божьем Царстве, когда он оказывается в присутствии Божьего Царства, ему хорошо. Каждому человеку становится просто хорошо. Он чувствует себя в безопасности, он чувствует себя покрытым, нужным, востребованным, он чувствует, что он не случайно здесь, какая-то живущая на этой земле, он чувствует, что он не результат каких-то обстоятельств, он чувствует, что он личность, он особенность, он нужен, он важен. Интересно, что он чувствует это не от того, что сделал что-то особенное или что-то важное. Не от того, что он как-то заработал это состояние, он чувствует это по одной причине. Он находится в присутствии Бога, настоящего, который создал Его, который любит Его, у которого есть план для Его жизни. И он ощущает отношение Бога к себе только в Божьем Царстве. Только в Божьем присутствии человек может правильно оценивать себя и всех окружающих. Только в Божьем присутствии человек может чувствовать себя в порядке. И Иисус говорил, молитесь об этом. Молитесь о том, чтобы Царство Божье приходило на эту землю. Аллилуйя. Когда в присутствии Божьем человек по-другому видит грех. В присутствии Божьем, в присутствии этого Божьего Царства там не нужно объяснять, что грех – это зло. Что грех – это плохо. Что грех он разрушает. Там глаза открыты. Человек видит, насколько безобразен грех. Как бы красиво дьявол его не обвернул, в какую бы красивую обвертку. Человек видит, насколько он безобразен, насколько он ужасен, насколько ужасны его последствия, и на как он воняет вообще. Это все в Божьем присутствии. Поэтому написано так. Это первое послание Иоанна, 3 глава, 6 стих. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Не потому, что он там просто силу какую-то даже поймет. Это так естественно. Если ты пребываешь в нем, то не хочет согрешить. Всякий согрешающий просто не видел его и не познал его. Если ты не можешь справиться с грехом каким-то в своей жизни, ты притыкаешься, он разрушает тебя, а ты продолжаешь это делать. Задумайся, правильно ли ты знаешь Бога. Если ты начнешь размышлять об этом, если ты захочешь узнать Бога по-настоящему таким, какой Он есть, Бог поведет тебя шаг за шагом, его панорама откроется в твоей жизни. Человек грешит, курит, пьет, идет на предательство, на какие-то оскорбления. Только по одной причине. Несмотря на то, что все это разрушает его, он идет на это по одной причине. Человек не знает по-настоящему Бога. Потому что в присутствии живого Бога все это выглядит так, как оно есть. Омерзительно и ужасно. И ни один человек не захочет ничего общего иметь с грехами, когда он находится в присутствии живого Бога. Именно поэтому написано в послании к Ефесянам в 5 главе 18 стихе. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Это не просто иногда бывает, а это как результат. От этого бывает это. «Не упивайтесь вином, от него распутство, но исполняйтесь Святым Духом». И когда человек исполняется Святым Духом, он оказывается в присутствии Бога. Он оказывается в Боге. Он оказывается в окружении этого Божьего Царства. И апостолы, и апостол Петр, и апостол Павел, и апостол Иоанн, всех, кого мы цитировали сейчас, все говорят об одном. «Входите в это присутствие». И сам Господь Иисус Христос говорил, «Молитесь о том, чтобы Царство Божье было на этой земле». Апостолы говорят, «Входите в это Царство Божье». Апостолы говорят, «Исполняйтесь Святым Духом, чтобы жить вам не в этой реальности этого мира, но чтобы вам жить в реальности Божьего Царства». И именно там есть абсолютно все, в чем вы нуждаетесь. Именно там есть абсолютно все, что нужно для человеческой души. Аллилуйя! Итак, мы говорим с вами о том, что, когда апостол Петр предлагает нам входить в Божье Царство, то мы верим, что речь идет не только о том, что однажды мы встретимся там с Богом на небесах, но речь идет о том предложении, которое Бог нам делает. Это предложение состоит в том, чтобы входить в Божье Царство, в Божье присутствие, в реальное Божье присутствие здесь, на этой земле. И апостол Петр утверждает, что это можно делать беспрепятственно. Он говорит, что, поступая определенным образом, вы можете входить в Божье присутствие беспрепятственно. Будет открыт свободный вход в вечное Божье Царство здесь, на земле. Если есть свободный вход, то, конечно же, мы знаем, что бывает и не совсем так. И вот апостол Петр предлагает нам это. И вот мы видим, это есть обетование от самого Бога входить в Его присутствие, живя на этой земле. Но мы-то с вами знаем, что не всегда это происходит вот так вот просто. Правда? Иногда я просто сажусь кушать и собираюсь помолиться за еду. Склоняю голову, и я не успеваю произнести никаких слов. И вдруг ощущаю, как присутствие Бога здесь. И я какое-то время просто сижу, иногда просто слезы приходят, потому что это присутствие Божье, это такая радость и удовольствие, и наслаждение. Я понимаю, Бог здесь, Господи. Я просто хотел сказать тебе спасибо за пищу. А он так близко. А бывает напротив. Я собираюсь молиться, и я не могу собраться. О чем молиться? Как молиться? Слова кажутся какими-то религиозными, пустыми. Бывает у вас так? И думаешь, ну почему так? Почему иногда даже не просишь, а вот оно прям раз и присутствие Божье сошло, а иногда ты стараешься, что-то делаешь, и как непонятно даже ничего, как будто ты один, и Бога совершенно не чувствуешь. И вот вопрос интересный. Зависит ли это от чего-то? Интересно, есть ли какая-то разница? То есть, Бог, Он всегда по-одинаковому относится, реагируя на мое желание помолиться? Или нет? Или его отношение к моему желанию помолиться от чего-то зависит? Я вижу, друзья, что вот это местописание, которое мы с вами сегодня разбираем, оно имеет особенную ценность. Потому что апостол Петр, Бог через апостола Петра, Он говорит нам практичные вещи сегодня. И Он говорит, что есть наша часть, в том, чтобы входить в присутствие Божье. И мы знаем, что Бог хочет, чтобы мы туда входили. Он Сам хочет иметь с нами отношения. Он хочет быть с нами в каждой ситуации. И мы знаем, что Он доказывает нам Свою любовь тем, что отдал Сына Своего ради того, чтобы иметь с нами эти отношения. Поэтому в Его любви и в Его намерениях нет абсолютно никакого сомнения. Но вот что говорит апостол Петр, Он говорит более и более. Старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Именно так откроется. Именно каким-то образом откроется, когда вы будете поступать вот именно так. Ну, прежде чем как поступать, у меня вопрос. Интересно, а какое звание у нас? Или бы лично спросил, а какое звание у тебя? кто ты по жизни? С каким именем по жизни ты идешь? И вопросы эти очень серьезные, потому что от того, как ты ответишь, зависит то, что ты стараешься делать твердым в своей жизни, а что остается просто мягким? На что ты прилагаешь усилия, чтобы утвердить это в своей жизни? А что остается второстепенным, мягким? От чего можно легко отказаться? Где можно легко прогнуться? Какое твое звание в этой жизни? Может быть, ты учитель, и с этим званием гордо идешь по жизни. Может быть, ты врач, может быть, ты строитель, может быть, ты пророк, а может быть, ты целитель. Знаете, что я заметил, дорогие друзья? Я заметил, что сатане удалось прийти и как-то опорочить каждое звание на этой земле. Такое чувство, что он пришел, как-то пропитался в каждую область жизни человеческой. Я иногда просто в шоке от того, как грех вошел в каждую область жизни человека. Какое-то время назад моя дочь пошла подработать. Она собиралась в поездку, ей нужно было подработать. И вот она время каникул подумала, что это хорошо было бы, конечно, заработать денежки. Она пошла. Казалось бы, безобидная вещь. Она там торговалась сим-картами и ожидала получить определенную зарплату. И чем дальше она входила в эту деятельность, тем больше видела, что там без обмана просто никак. Там все производят какие-то манипуляции, чтобы получить больше процентов, чтобы получить больше денег. Там целые схемы. И чем дальше, тем хуже. И потом ее оттуда просто забрали. Не так давно я разговаривал с одним братом. Он устроился на хорошую работу. Он устроился в фирму, которая занималась распространением колбасы, разных, этих изделий, колбасных. Потрясающая работа, правда? И он был так счастлив. Он даже потом колбасу нам приносил попробовать. Мы тоже были счастливы. Но вот однажды он приходит, мы с ним разговариваем, он говорит, ты не представляешь. Меня пригласил начальник мой и начал объяснять, как я должен вести дело с клиентами. И фактически он стоит и учит меня врать. И я, говорит, ему мягко пытаюсь объяснить, я так не могу, я христианин, я не буду врать. А он говорит, ты не понимаешь, ты так ничего не заработаешь. И он продавливал его и продавливал, в результате это вылилось в какой-то такой вот сложный разговор, когда наш брат должен был просто категорически заявить, я так не буду. Вы не понимаете, я так не буду. Он говорит, тогда ты ничего не заработаешь и в общем-то такой смысл, что и для нас ты тогда бесполезен. И надо было делать выбор. Я удивляюсь, как в обычных работах, в строительстве, в отделке, сколько разных есть вот этих манипуляций. И человек оправдывает себя тем, ну я врач, ну все врачи, ну врачи вот сейчас вот они получают немного, надо как-то выживать. Я знаю, что нередко там происходит торговля какими-то лекарствами и происходит что-то неправильное. И можно оправдать себя, я врач, это моя работа, я по-другому не могу. Можно, конечно, оправдать перед людьми. Человек учитель. И в школах нельзя проповедовать. И мы знаем, что в школах нельзя проповедовать Евангелие. Так вот открыто, вот в такое время мы живем. В школах нельзя рассказывать о жизни вечной, нельзя рассказывать о спасении, о праведности, о мире и о радости. Только дети заканчивают жизнь с суицидом. И мы знаем эту страшную статистику, и мы знаем, что в нашем городе это происходит. Понятно, это не трубят везде, но мы знаем, что это происходит. Можно оправдать себя, я учитель, я могу лишиться места. Какое твое звание сегодня? С каким именем по жизни ты идешь? О чем говорит апостол Петр, говоря, что нам надо делать твердым наше звание и избрание. Надо делать твердым, и от этого зависит, оказывается, насколько легко ты можешь входить в присутствие Божье. А оказывается, от того, насколько твердым твое звание является в жизни, от этого зависит, насколько легко или сложно, с препятствиями или беспрепятственно ты будешь входить в это присутствие Божье. От этого, оказывается, зависит, как Бог Бог будет реагировать на твои молитвы. О каком звании идет речь, братья и сестры? Хоть бы выкрикнул кто-нибудь. Аллилуйя! Я думаю, апостол Иоанн нам тоже поможет. Посмотрите, первое послание Иоанна, 3 глава, с 1 по 3 стих я прочитаю. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, потому что не познал Его, возлюбленные. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя, потому что Он чист». Аллилуйя! Дорогие, мы дети Божьи, мы христиане. Бог дал нам это великое звание, живя на этой земле, называться детьми Божьими, детьми царскими. Он дал нам это звание, аллилуйя, славим, славим Тебя наш Бог. И апостол Петр говорит, братья и сестры, старайтесь более и более делать твердым ваше звание, быть детьми Божьими, называться и быть детьми Божьими. О чем Он говорит? Похоже, Он говорит, что это звание может быть твердым, а может быть и мягким. И вот интересно, Он обращается абсолютно ко всем и говорит, братья, все более и более. То есть это звание, оно постоянно будет подвергаться испытанию, оно будет постоянно подвергаться какому-то давлению, пока ты на этой земле. И Он говорит, вы все более и более старайтесь делать твердым это звание. Вам надо бодрствовать, чтобы это звание ваше не стало пустым звуком, чтобы оно не стало мягким, которое легко прогинается, на которое нельзя опереться. Делайте твердым ваше звание и призвание. Первое послание Иоанна, 2 глава, 6 стих. Здесь апостол говорит так. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Вот что значит делать это звание твердым. Я согласен с тем, что бывает это очень непросто. Я знаю, что бывает это очень непросто, ведь мир всячески старается просто либо подменить это звание тебе, либо сделать его мягким и каким-то уступчивым. Это бывает очень непросто. Очень непросто бывает сказать на своей работе о том, что ты христианин. Ну а что они подумают? А как это потом отразится на моей карьере? Я знаю, что эти мысли прилетают, а эти страхи приходят, а как потом на зарплате моей это отразится? А как ко мне будут относиться? Они ведь могут меня потом использовать, скажут, а ты хлюпенький какой-то христианин здесь. Ты веришь в Иисуса, все равно Он все простит, с Ним можно делать все, что угодно. Я знаю, что бывает очень непросто говорить об Иисусе. Только люди рядом с нами уходят в вечность. И мы знаем, что есть вечность в Царстве Божьем, вечность, которую Бог приготовил для всех людей. Но есть вечность в озере Огненном. И там будет каждый человек, который согрешил хотя бы раз. И все люди согрешили. Поэтому каждый человек должен был бы пойти в это озеро Огненное, в эту вечность, страшную в погибель. И мы с вами сегодня сидим здесь, и мы знаем, мы точно знаем, что только благодаря Иисусу Христу мы можем спастись от этой проклятой вечности в озере Огненном. Мы знаем, что только через Иисуса Христа можно получить прощение грехов, можно получить спасение и не попасть в озеро Огненное, потому что Иисус Христос, Он единственный безгрешный, согласился пострадать и умереть вместо нас. Он единственный, кто умер вместо нас. Поэтому Он единственный, кто может подарить нам прощение грехов и спасти нас от вечности в озере Огненном. И сегодня Он провозглашает это. Он сегодня провозглашает это через Своих детей по всей земле. Он говорит, посмотрите вокруг, жатва поспела, посмотрите, молитесь о том, чтобы Господь выслал делателей на эту жатву. Молитесь о том, чтобы Царство Божье пришло на эту землю. Проповедуйте Слово вовремя, как Он говорит Тимофею, и не вовремя. Проповедуй. Это Слово жизни. Это то, что принесет спасение. Это то, что прекратит проклятие в жизни человека. Это то, что остановит человека, когда он на пути уже к самоубийству. Это то, что остановит и поможет человеку подняться, когда он в депрессии. И люди сегодня пытаются выйти из этого кошмара, реальной жизни на этой земле разными способами. Иногда просто хлопают дверью в жизни и уходят из нее. И Бог открыл нам, что есть Божье Царство. Он открыл нам, что есть Божье Царство там на небесах, где Бог нас ждет. И Он говорит, молитесь, чтобы и здесь на земле оно уже было. Чтобы и здесь на земле вы уже пребывали в нем. Как сделать твердым это звание? Что это значит? Мы сталкиваемся с разными препятствиями, я знаю. Евангелие от Матфея, 5 глава, 37 стих. Здесь написано так. «Но да будет слово ваше да, да и нет, нет, а что сверх того, то от лукавого». Ну черным по белому, да? Насколько это просто исполнить в жизни? «Да будет ваше да, да, нет, нет». Если сверх того, это от лукавого. Это не от Бога. Твердый христианин, у него да, да и нет, нет. Он понимает, что не надо идти на поводу лукавого. Надо идти на поводу Духа Святого. Насколько это трудно бывает. И апостол Петр говорит, делайте все более и более. Старайтесь сделать твердым ваше звание. Когда вам трудно сказать правду, вспомните это место. Сейчас вопрос, ваше звание или мягкое, или оно станет тверже. Может быть, ты раньше по жизни не мог сказать правду. Что тебе так трудно было в чем-то признаться или попросить прощения. Но пусть это слово поможет тебе сегодня стать тверже. Потому что это слово Божье. И если ты будешь следовать этому слову, то Бог откроет для тебя свободный вход в свое присутствие. А когда он открывает свободный вход в свое присутствие, когда ты оказываешься в его присутствии, тогда все трудное становится простым. Тогда Иисус говорит, иго, мое не тяжко, бремя мое легко. Но это когда ты в его присутствии. А чтобы войти в это присутствие, надо более и более стараться. Мне так нравится то, как апостол Петр показывает это. Он не показывает это как закон. Он не говорит, что если у тебя что-то не получилось, то ты вообще мягкий, ты ни на что не способный, ты должен быть твердый, а ты мягкий, поэтому с тобой, в общем-то, не о чем говорить. Нет. Он как любящий отец. Он говорит, более и более старайтесь. Это постоянный процесс. Это вопрос духовного роста. И он предлагает всем нам сегодня стараться. Он говорит, старайся. Твердый христианин должен иметь твердую шею. Особенно летом. Когда девушки ходят в коротких юбках. Сегодня не только в юбках коротких ходят. Сегодня во всем коротком иногда ходят. И вот иногда у христианина шея просто как это, знаете, в машинках, в машине иногда такую это, игрушку такую ставят, и она такая, безшейная какая-то. Туда-сюда, кочка туда, он туда-туда, туда, собачки такие, да, с шеями мягкими. Братья, качаем шею. Нам надо тренировать свою духовную шею, чтобы она не поворачивалась на поводу везде, значит, там, юбки или еще чего-нибудь. Дорогие, давайте стараться делать более твердым и твердым наше звание, потому что небо смотрит на нас. Потому что Бог смотрит на нас. И Он хочет делать нас тверже. И Он хочет открыться для нам. Нам. Он хочет, чтобы мы легко входили в Его присутствие. И что для этого нужно? Исполнить весь закон. Мы думаем, у меня это не получается, у меня то не получается. А у меня вопрос, а ты стараешься? Понимаете? Проблема, большая проблема, там, где человек перестал стараться, где дьяволу удалось доказать, что у тебя не получалось 5 лет назад, 10 лет назад, и сегодня не получится. Но апостол Петр говорит, все более и более. Для меня это открывает перспективу. Это значит, если у меня что-то не получается сегодня, я буду стараться более, у меня завтра лучше получится. Это значит, апостол Петр ободряет нас двигаться вперед, независимо, в каком состоянии ты сейчас находишься. Но он говорит, ключевой момент в том, чтобы тебе стараться, чтобы тебе однажды не опустить руки и не сказать, все, у меня не получается, вот тогда проблема. Потому что там глубокое неверие в Богу. Но апостол Петр убеждает нас сегодня и говорит, все более и более старайтесь, старайтесь каждый день. И этого будет достаточно, чтобы небеса открылись. Этого будет достаточно, чтобы ты мог легко входить в присутствие Божье. Вот на что сегодня обращает внимание, оказывается, Бог. Вот как Он оценивает сегодня нас. Он смотрит, насколько мы стараемся, либо не стараемся. И от этого зависит Его близость. От этого зависит, насколько близко мы можем Его чувствовать. Слава Господу нашему. Аллилуйя! Аллилуйя! Бог так любит нас. У Него есть так много. У Него есть так много всего для нас, для каждого из нас. И Он все это хочет дать своим детям. Но все это невозможно получить в мире. Все, что Бог приготовил для нас, оно происходит на территории Его Царства. И Он приглашает нас сегодня. Он приглашает нас, чтобы мы входили в Его присутствие. Чтобы мы входили в Его Царство. Чтобы мы получали от Бога все необходимое для жизни и благочестия. И условия, которые Он сегодня ставит. Он говорит, старайся. Все более и более. И не скажи, что я уже достаточно постарался, теперь могу включить телевизор и отдохнуть немножко. Расслабиться, потому что я уже весь день старался. Я уже то-то сделал. Сегодня могу посмотреть. Ты включаешь телевизор, и там определенная ловушка тебя ждет. Но апостол Петр говорит, старайся. Ты днем старался, еще более постарайся, чтобы день завершить в присутствии Божьем. Встань перед Богом на молитву вечером. Поблагодари Его за этот день. И поблагодари Его за Его присутствие в твоей жизни. И ты возьмешь оттуда все, что тебе нужно для жизни и благочестия. Аллилуйя. Дорогие, давайте встанем для молитвы. Слава Господу. Давайте воздадим Богу славу. Аллилуйя. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарим тебя за твое желание быть в близком общении с каждым из нас. Мы благодарим тебя, Господь, Отец наш Небесный, за Сына Твоего, за Иисуса Христа. Мы благодарим тебя за эту великую жертву, которую ты принес, чтобы спасти нас от ада. Господи, мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе, наш Бог. И мы просим Тебя, помоги нам. Укрепи нас, Господь, в этом старании, в этом стремлении за Тобою, Господи. Мы просим Тебя, помоги нам. А мы будем стараться все более и более. Будем стараться, чтобы делать твердым наше звание и избрание. Аллилуйя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Дорогие, давайте останемся на пару минут на своем месте. Я хочу обратиться к тем людям, которые... Вы знаете, что... Вы не понимаете, как войти в Царство Божье. Вы слышите, это для вас, это новое. Вы думаете, боретесь, может быть, мысли там внутри. Интересно, неужели это правда? Бог там на небесах. Я всегда понимал, Бог есть на небесах. Ну да, Он помогает мне. Но так, чтобы я мог жить здесь на земле, да в Его Царстве. Как это? Я вам скажу, что все это начинается с того, когда вы приглашаете Иисуса Христа в свою жизнь. Когда вы просите, чтобы Он пришел в ваше сердце. Я достаточно, ну, нередко разговариваю с неверующими людьми, которые не знают еще Бога. И очень часто слышу такой ответ. Они говорят, Бог всегда во мне. Он всегда во мне вообще есть. И просто Он там, у меня свой вот такой есть Бог. И у меня вопрос, как Он там оказался? Потому что Бог случайно, как-нибудь, без приглашения никогда не входит. Он, написано в Библии, стоит у дверей. Иисус говорит, я стою у дверей. У дверей сердца твоего. И стучу. Если кто отворит, если кто пригласит меня, я с радостью приду. Но Он не входит, как вор и разбойник. Подобно, как дьявол вторгается в жизнь человека. Ты на, закури, попробуй, от одного раза ничего не будет. А потом делает человека рабом просто. Бог так никогда не поступает. Иисус говорит, я стою и стучу. Если ты отворишь, если ты услышишь мой голос, если ты захочешь сегодня, чтобы я пришел в твою жизнь, я обязательно приду. Однажды ради этого я оставил небо. Я пришел на землю. Я пошел на этот голговский позорный крест. Я позволил, чтобы меня грешные люди распили. Но я страдал там добровольно. Ради того, чтобы спасти тебя от твоих грехов. И сегодня, когда я пострадал за твои грехи, когда я умер и воскрес из мертвых, сегодня Иисус говорит здесь, у меня есть власть простить тебе каждый твой грех. У меня есть власть разрушить всякое проклятие в твоей жизни. Редактор субтитров А.Семкин